Бойцы полка Росгвардии Витя, Скадыровские части, десантники из Пскова. Это они с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупировали Киевскую область. Это выяснили журналисты Рейтер, которые в течение трех недель после освобождения городов и поселков опрашивали свидетелей, посещали места военных преступлений, где находили личные вещи захватчиков. Вот, например, любовное письмо, написанное от некой Рыбаковой российскому солдату Александру Лагвиненко. Об этом говорится в статье расследований Рейтер. Дважды связавшись по телефону в апреле, Рыбакова сказала, что Лагвиненко был ее партнером и что она отправила письмо. Два человека, которые знают Рыбакову, подтвердили, что она и Лагвиненко были парой. По словам Рыбаковой, Лагвиненко служил у парашютистов и несколько недель находился вдали от дома на военном задании. Она не сказала, в каком подразделении он находится. Лагвиненко не ответил на сообщение, отправленное ему Ройтерс. Украинцы, пережившие оккупацию, рассказали журналистам-расследователям свои трагические истории. Одна из них – 72-летнего Валерия Абрамова. Мужчина живет в Буче, а когда город был оккупирован, к нему в дом зашли кадыровские военные. Они вывели на улицу мужа его дочери, раздетого с поднятыми руками. По словам Абрамова, солдаты заставили Олега встать на колени. Затем они застрелили его в храме. Кровь еще пульсировала от раны, когда Ирина подбежала к телу мужа. «Убейте меня тоже!» – крикнула она солдатам. Когда русские войска отступили в конце марта, тело Олегов было одним из более чем дюжины, оставшихся на улице Яблунской. После изучения последствий оккупации в освобожденных городах, украинские прокуроры расследуют более 9 тысяч военных преступлений, совершенных российскими военными. Удалось идентифицировать и тех, кто именно убивал, насиловал и грабил. Уже есть сотни подозреваемых. Вся собранная информация станет материалом для международных судов. «Международные расследования – это единственная возможность, которая существует, когда говорится о войне. Мы должны надеяться на торжество правосудия, на привлечение виновных к ответственности. Для этого нужны постоянные целенаправленные усилия и взаимодействие всех сторон». Тысячи фактов, сотни улик. И несмотря на это, Россия полностью отрицает свою причастность к преступлениям в пригородах Киева. Кроме того, Владимир Путин удостаивает государственных наград тех, кто принимал участие в зверствах. Часть указов об этом засекречены. Число таких документов беспрецедентно за все время существования Российской Федерации. «Лидер страны сказал, что Украину нужно деноцифицировать, демилитаризировать, нужно убить дух украинства. И вот все эти зверства, которые солдаты российские осуществляли на территории Украины, на севере Украины – это как раз логическое продолжение всего этого. И, соответственно, кремлевская власть, лично Путин, награждает своих верных псов за то, что неправильно выполнили команду своего хозяина. Конкретность этих указов напрямую связана с количественными потерями, которые несет российская армия». Международный уголовный процесс – дело небыстрое. И ожидать скорого ареста всех российских военных преступников не стоит. Тем более их покрывает Кремль. Вместе с тем, как показывает практика, в большинстве случаев ответственность за совершенное нести приходится. Пусть даже и через несколько десятков лет. Василий Панасюк специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.